Здравствуйте, уважаемые друзья и дорогие коллеги! Мы с вами снова на канале Психфарм ТВ, который всегда на вашей стороне. И сегодня мы отвечаем на письмо, коммент нашего зрителя Дмитрия. Очень интересный он нам вопрос задал. А вот что делать? Надо принимать селективный ингибитор обратного захвата теротонина. А у тебя гастрит, хеликобактерный. Хеликобактер это бактерия, которая вызывает поражение желудка, вызывает язвенную болезнь. Желудка 12-перстной кишки. Пожалуйста, посмотрите, у нас в психосоматике есть несколько лекций, посвященные хеликобактеру пилори, что там с ним надо делать. Так вот, если это все сочетается, как, собственно говоря, можно принимать селективный ингибитор обратного захвата теротонина? Вы знаете, что селективный ингибитор обратного захвата теротонина, мы уже рассказывали об этом неоднократно, могут неблагоприятно влиять на желудочно-кишечный тракт. Почему это происходит? Ну, во-первых, многие будут удивлены, но 95% серотонина производится не в голове, а в желудочно-кишечном тракте. Соответственно, там есть рецепторы, серотониновые рецепторы. И если мы назначаем препарат, там есть белки, которые отвечают за обратный захват серотонина, если мы назначаем препарат селективный ингибитор обратного захвата серотонина, то первое, с чего он начнет делать, еще до того, как он попал в головной мозг. Более того, помните, что он действует в головном мозге, эти препараты действуют достаточно продолжительное время, прежде чем начнут оказывать терапевтический эффект. Так вот, попадая в желудочно-кишечный тракт, эти препараты начинают действовать быстро, мгновенно и сразу. Там есть серотониновые нейроны, там есть клетки, которые производят серотонин, там есть рецепторы к серотонину, там есть белок, который обеспечивает обратный захват. Значит, будет увеличиваться уровень серотонина, прежде всего, конечно, серотониновая активность, прежде всего, в желудочно-кишечном тракте. К чему это приведет? Это приведет к развитию метеоризма и поносов, потому что пропульсия, вот это самое, передвижение пищи по кишечнику будет ускоряться за счет того, что усиливается перистальтика, сокращение желудочно-кишечного тракта. Кроме того, оказывается, многие участки головного мозга, биохакеров на заметку, они находятся вне зоны гематоэнцефалического барьера. В частности, центры, которые контролируют аппетит, это гипоталамус, и вот если, опять же, назначать селективный гибитор обратного захвата серотонина, то первое, куда он доберется, конечно, до зон вне гематоэнцефалического барьера, насчет там действовать, это может привести к снижению аппетита, что очень, на самом деле, многие воспринимают положительно, особенно дамы, которые страдают избыточной массой тела, хотя на самом деле это эффект побочный, мы о нем часто рассказывали. Ну и еще, так называемая, хеморецепторы, триггерная зона, вот триггерная зона, воздействие на рецепторы, который вызывает рвоту, тошноту, тоже находится вне зоны гематоэнцефалического барьера, соответственно, возникает целый ряд побочных эффектов. Конечно же, побочные эффекты очень и очень неприятны, когда у тебя уже есть проблемы с желудком и есть проблемы с кишечником. Более того, они могут быть более неприятны еще, потому что ты еще и должен принимать определенные препараты, например, лечение хронического хеликобактерного гастрита, как у нашего зрителя Дмитрия, требует приема ингибиторов протоновой помпы, требует приема антибиотиков. Вы знаете, что все антибиотики, они влияют на желудочно-кишечный тракт. Ингибиторы протоновой помпы тоже влияют на желудочно-кишечный тракт по-разному. Мы об этом рассказывали, смотрите наш плейлист психосоматика, найдите там, пожалуйста, эти ролики. В общем, все это может влиять неблагоприятно, у нас получается несколько препаратов, которые могут неблагоприятно влиять на желудочно-кишечный тракт. Что нужно в этом случае делать? Оказывается, есть очень простые, доступные способы, как снизить неблагоприятное влияние селективных ингибиторов обратного захвата серотонина на желудочно-кишечный тракт. Очень и очень простая вещь. Принимайте их вместе с пищей. К счастью, всасывание селективных ингибиторов обратного захвата серотонина, полнота всасывания никак не зависит от приема пищи. То есть, вы можете совершенно спокойно, плотно поесть, желудок у вас заполнится, тошноты у вас будет меньше, соответственно, и этот препарат, селективный ингибитор обратного захвата серотонина, все равно будет всасываться в тонком кишечнике, в том же количестве, как будто вы его приняли натощак. Более того, конечно же, в этой ситуации, когда желудок будет заниматься продвижением пищи, он будет заниматься перевариванием, не желудок, конечно, а желудок тоже занимается продвижением пищи, но кишечник будет заниматься и продвижением пищи, и перевариванием, всасыванием, вот этот вот лишний серотонин, он может пойти даже на пользу. Значит, еще раз, пожалуйста, принимайте эти препараты вместе с пищей, это давно используется вообще в лечебной практике, хотя, может быть, мало кто на это обращает внимание. Что еще можно сделать? Селективный ингибитор обратного захвата серотонина можно принимать на ночь. Вот почему-то распространена практика, что их принимают обычно утром. На самом деле, эти препараты можно принимать в вечерние часы, так же, как и утром, предположим, они будут даже вызывать тошноту. Но эта тошнота будет приходиться на время, когда вы спите, и, соответственно, она будет меньше влиять на ваше самочувствие, чем если бы это дело происходило днем. И, наконец, существует селективный ингибитор обратного захвата серотонина, который на самом деле принимается только вечером. В частности, эти препараты, флоуксамин мы говорили, почему это так? Потому что влияет на обмен мелатонина. Мелатонин – это важный нейромедиатор, который синтезируется ночью. Мы много раз об этом рассказывали. Он синтезируется в шишковидной железе в ответ на сигнал из супархиазмального ядра о том, что наступила ночь, и выполняет очень много важных функций в организме, в частности, следит за архитектурой сна. Хотя, еще раз подчеркну, мелатонин не обладает снотворными свойствами, он обладает свойством нормализовывать архитектуру сна. То есть, различные фазы сна между собой, они должны коррелировать, их выраженность должна соответствовать друг другу. Вот этим и занимается мелатонин. И когда наступает день, то синтез мелатонина прекращается, и, соответственно, препарат, который влияет на активность мелатонина, его назначают обязательно на ночь. Ну, обратите внимание, почему это так? Дело в том, что мелатонин метаболизируется в печени, мы уже об этом рассказывали, под влиянием цитохрома 1А2. Белок, который осуществляет метаболизм цитохрома, вот он его расщепляет. Дело в том, что ракона, флавоксамин, является мощным ингибитором цитохрома 1А2. Соответственно, количество мелатонина возрастает, поэтому этот препарат назначается на ночь. Еще раз говорю, это очень важно, если у вас возникает побочное явление со стороны желудочно-кишечного тракта. Потому что ночью, когда вы спите, это вас будет беспокоить не так сильно, как если бы это вас беспокоило в течение дня. Как всегда, я вас благодарю за внимание. Пишите нам комменты, ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал, где вы еще найдете такую полезную информацию. Становитесь спонсором нашего канала. Хотите отблагодарить за этот ролик, реквизиты счета вы найдете в описании. До новых встреч!